Ну вот, как я и обещала, покажу вам свою хою, паразитику Лао, как она зацвела. Вот наш первый цветочек. Зацвела она у меня на третьем году, только после того, как я начала удобрять хои. Я их раньше вообще не удобряла. А в этом году начала, и они меня радуют цветением одна за другой. Цветоносов образовала она много, но вот зацвел пока первый. Вот сегодня вот он первый день. Запах, знаете, такой приятный, рисковатый немного, но приятный очень. Парфюмерный. Какой-то вот цветочный парфюм напоминает, а вот, что, чем, так я не пойму. Он очень красивый. Мне понравилось. Конечно, когда много их будет, вот в раз, когда цветет, очень будет впечатлительно. Ну, что это хоя? Она у меня на огне висит. Теперь подсушиваю периодически. Вот, стала удобрять. Ну, никаких проблем нету с ней, в принципе. Мне нравится. Вот, цветочек. Такие прям, очень пахнет. Причем, знаете, она даже днем пахнет. В основном они вечером, да? А это даже днем пахнет. Листочки ее красивые. Немножко ее опрыскала. Девица, красавица. Ну, листья, считаю. Ну, красивые, сплошные. Все такие прям, плотненькие. Так что, вот, вообще, вот, для начинающих советую вот такую хоя завести. Да и вообще всем, кому нравится. Так, вот цветоносик новый. Где-то там еще их много. Жалко, что они не в раз. Вот, в раз бы зацвели, красота была бы. И очень жаль, что я не удобряла их раньше. У меня и Лиза цвела, помню, на третьем году. Первый раз. Вот, сами они. Ну, теперь буду знать, что они тоже кушать хотят немного. Хоть немного, но хотят. Вот такая вот красотка. Вот, моя любимая теперь тоже. Да, я их всех люблю. Тут у меня еще тоже скромненькая, скромненькая. мини-бэль и сплэш. Она такая у меня растрепа. Тоже вот подарила скромный цветочек, узелочек. Ну, вот так вот тоже. Цвет такой сиреневый. Не розовый, а сиреневый. Нежно-нежно сиреневый. Вот чем она пахнет. Вот это сейчас все перебило. Она ведь тоже пахла. Не чувствую вообще. Вот это вообще все перебило. На кухню заходишь, запах стоит на всю кухню. Вот от этой паразитики. Это теперь... Она тоже пахнет. Но у нее более тонкий аромат. Наверное, больше похож как... Ну, как у этих... Укарнос, что ли. Ну, такой вот скромненький. Растрепыш у меня. Листики тоже красивые. Видите, какие. Вот. Просто я ее... Красиво не... Ее пересадить надо. А так она... Молодец. И листья красивые. И вот зацвела. Тут ничего не держится. Такой прям маленький цветочек. Все равно приятно. Все на своих ошибках учусь. Все на свой... Опыт свой приобретаю. Читать, конечно, я читаю чужие советы. Все вот это вот. Ну, как-то вот я не удобряла. Вот, правда, хвои. Ну, смотрю, у всех цветут, у меня нет. Думаю, ну, что такое. Надо грыжу. Тоже хочу, чтобы цвели. И вот зря. Раньше не удобряла. Все же нужно. Все равно объем горшка не такой уж большой, да, как в природе вот они получают. Там повсюду питание. Поэтому кушать им надо. Но главное не перекормить. Вот это главное. Чтобы не пострадали ни листья, ни корни. Вот прям не задыхаюсь даже. Такой сильный аромат вообще. Ну, такие красавицы. Вот здесь. Вот здесь. Так что заводите, кто не завел такую красотку. Подай мне вон ту дисхидию. Не подашь? Я ее уже показывала. Мне просто обратилось сегодня внимание на дисхидию. Как она вот разрослась. Ты сидела, прям сидела. Вот вообще плеть пошла. Это ионанта вар. Прям вообще. Дисхидию я тоже залюбила. Очень хочу других сортов. Варигатных. Зеленый не хочу. Вот. Какая красотка тоже. Ну, в общем, вот такие у нас дела. Вот такие у нас новшества. Ну, наверное, на этом все. Пишите. Задавайте вопросы. Ставьте лайки. У нас птички там поют за окном. Так что, всем всего доброго. Пока. 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 Продолжение следует...